Добрый день, уважаемые члены жюри. Меня зовут Шамайев Георгий, учусь в 11 классе по геннесская СОЖ имени Михаила Андреевича Алексеева в Льюиско-Голуссо. Представляю вам работу под названием «Особенности проведения лингвистических экспертиз», зазначаемых по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 280, 280 часа 1 и 282. Лингвистическая экспертиза текста – одно из самых актуальных направлений в экспертной деятельности. Актуальность исследований. Интернет заполнен негативными сообщениями и комментариями, которые могут быть использованы как оскорбления и призывы. Селе исследований. Выявить особенности проведения лингвистических экспертиз, назначаемых по делам, направленных на возбуждение межнациональной розни. Задача – определить значение призыва к акричевого характера, провести анализ материалов на наличие призыва, провести разъяснительную работу среди школьников в Паганинской СОЖ. Объект исследований. Тексты из различных источников в форме «Екутс.ру» социальной сети ВКонтакте. Передмет исследований. Призывы к рожде, ненависти к насильственным действиям, свяжению действующей власти и оскорблении. Гипотеза исследований. Такого рода действия могут провести согласно Конституции РФ к угловным преследованиям и другим видам наказаний. В ходе исследований были применены следующие методы исследования. Лексиографический метод – метод компонентного анализа. Практическая значимость сосредит в том, что приведенный анализ текстов из форм социальной системы может содержать основы для лингвистических экспертиз, назначенных по этим статьям. Грамматическая характеристика призыва имеет огромное значение. От наклонения, числа, лица глагола меняется вид призыва, меняется его содержание. Во второй главе исследования мы провели лингвистический анализ отдельных слов, подпадающих по статье. Мы разделили глаголы, обозначающие призывы на группы по грамматическим категориям. Всего нами выявлено 21 слово и выражение. Затем нами проведен анализ оскорблений, направленных против социальных групп. Всего проанализировано 300 разных оскорблений. Далее мы провели анкетирование среди обучающихся нашей школы в количестве 24 человек. Исходя из результатов, мы сделали вывод. Экстремизм в сети интернет стал достаточно популярным. Нужно провести разъяснительную работу среди обучающихся нашей школы. Был проведен классный час, создали страницу на сайте нашей школы. Мы установили определение призыва как речевого акта, определили его виды и установили, какое важное значение он имеет в работе эксперта. Провели профилактическую работу в нашей школе. Считаю, что все исследования достигнуты, задачи выполнены.